И вновь дорожные подрядчики пошли на мокрое дело. В центре, на Мамино-Сибиряка, а также на Восточной, новый асфальт рабочий укладывали в дождь. Закатать по-тихому не удалось, нарушение технологий заметили горожане. Городской дозор отыскал управу на дорожников, что не боятся ни осадков, ни штрафов. Нагрянавшие столицы Урала дожди не остановили дорожные работы. Вот только автомобилисты сомневаются, много ли толку от такого благоустройства. Сегодня на Восточной работы не ведутся, зато пару дней назад прямо под дождем здесь вовсю укладывали асфальт. Неравнодушные горожане сняли такое рвение на телефон и сфотографировали участок. Пока он еще цел. По словам автомобилистов, заплатка тут пролежит недолго. Укладка в дождь, я думаю, это просто мертвому припарка. Со следующим дождем она все сойдет, а даже и раньше может быть, отскочит и все. То есть надо же технологию соблюдать при строительстве, я так считаю. В тот же день екатеринбургцы наблюдали ямочный ремонт на Мамино-Сибиряка. Рабочие людям сообщили, они засыпают выбоины остатками асфальта, чтобы и он не пропадал, и дорога была ровной. До этого участка у дорожников дошли не только руки, но и ноги. Ими они и утрамбовывали смесь. Автомобилисты усилия благоустроителей не оценили. Ляп-ляп на год, на два и все. Там же вода остается, она потом испаряется, пустоты остаются. Зимой она заливается, расширяется. И то правда. Колодец, который ремонтировали год-два назад, почти провалился. В районной администрации нам сообщили, что за состоянием колодцев следят владельцы сетей. Что касается дорожных работ, то укладка асфальта в дождь – грубое нарушение технологии. Если факты подтвердятся, все будут переделывать. В администрации дорожного района будет выявлен факт данных правонарушений, если зафиксировано, что в дождь, то тогда администрации района будут приняты меры для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Если вы увидели, что асфальт вкладывают в дождь, известить об этом следует районную администрацию. И желательно приложить видео этих работ, чтобы чиновники могли оперативно отреагировать. Юрий Шумков, Дейслав Колупаев, Городской дозор.